Я ходила с одеяла, которое в клетку. Она была актуальна. Да, ты знаешь, у меня вот такая платформа была, вот такой каблук, югославские сапоги. Я ходила, меня французенкой звали, никто не одевался так, как я. Я вот надумала себе, да, какой-то увидела сарафан Бурдамода. Я помню с детства журналы Бурдамода, у тебя много. Я шла ткань искала по всему городу, я кроила, шила себе. И у меня на каждую субботу-воскресенье, у нас были вечера отдыха, у меня было всегда новое платье. Я тоже люблю новое. Вот я одела несколько раз, потом все, я уже не могу его одевать. Есть определенные любимые вещи, которые я ношу годами. Ну а так в основном, я вот поносила, все, вещь хорошая, она новая, и что мне с ней делать? Выбросить жалко, разве что раздать подружкам. Ну вот и я такая была, ты не представляешь, что у меня покупали, вы поносила, хватит. Вот у меня девочки-подписчицы, они мне пишут о том, что, Ань, куда ты деваешь свои вещи, ну, в общем, продай. Но я как-то не знаю, я просто раздаю. Девчонки, всем привет, мама не знала, что я снимаю. Вот она. Я сейчас ее везу к врачу, ее выписали, но назначили еще обследование там уши, ушки. И в той больнице, в которой она лежала, этого врача нету. Как он называется, мама? Судоролок. Судоролок, да. Я даже не знала, что есть такой доктор. Я не знала. Вот, и я сейчас ее везу, ей каким-то аппаратом будут проверять уши. Мама просто начала вспоминать свою молодость. Она говорит, вот, ты там одеваешься, ты куда-то ездишь, ты хочешь делать маникюр, говорит, это очень хорошо. Ну, то есть мама рада за меня. И начала вспоминать свою молодость, говорит, ты такая же, как и я. Вот, поэтому я включила, думаю, ну, в общем. Аня, выключи, пожалуйста. Так не честно. Ты имеешь в виду, типа, чтобы я вырезала? Да, да, да. И я не вырежу. Ну, это же так мило. Помнишь видео, подожди, помнишь видео для Ватсонс мы снимали, когда ты вспоминала молодость, и мы тогда сравнивали 20-30 лет назад были ли там, например, какие были туши, какая была пудра и так далее, да, там туалетная бумага и вообще, что было 20 лет назад из того, что есть сейчас. Очень получилось прикольное видео, и вам всем очень понравилось. И я, как бы, очень люблю вспоминать. Вот мы с мамой иногда просто сидим, и мама рассказывает о своей молодости. Это очень круто. На улице солнышко, наконец-то пришла весна, наверное, вот, и все уже повыздоравливали. Демушка, у нас вчера еще ночью температура, сегодня утром 36,6. Через один километр держите слева, чтобы выехать на дорогу мира. И сейчас пошел с Никой гулять, потому что на улице очень тихо и солнечно, и хорошая температура, поэтому можно, то есть у него хорошая температура 36,6, можно чуть-чуть погулять полчасика, чтобы ребенок, ну, сколько он уже дома сидит с температурой. Вот, я надеюсь, что она уже подниматься не будет, никаких лекарств я ему не давала. Слава Богу, наконец-то мы начали выздоравливать без лекарств, и вообще лечиться без лекарств, только питьем, вот, и сказками. Он очень любит сказки, я ему их читаю. Оставайтесь со мной, дальше будет. Не очень хорошая новость, потому что у мамы теряется слух, и его надо лечить. Лор вместе с неврологом, вот, поэтому, то есть он вернется после отита, но не на 100%, представляете, так что, конечно, запускать отит вообще нельзя. У мамы двухсторонний, да еще и гнойный. Но она еще до этого жаловалась, что она, как бы, начала плохо слышать. Вот, поэтому даже хорошо, что мы попали сегодня в центр, и через месяц надо будет вернуться и проверить. И в центре я познакомилась со Соль. Это доктор, который меня, оказывается, смотрит. Вот, и говорит, что любит болталки в автомобиле. На самом деле мне безумно приятно, прям очень приятно. Представляете, встретить человека, который тебя смотрит на ютубе. Вот, прям, ух, у меня аж настроение поднялось. А мама ничего не слышит, такой говорит, ну, я пошла, пошла. Я говорю, мама, там, там, меня врач твой узнал, который тебя только что проверял. Она, что, правда? Да? Вот у меня мамочка Голхамань теперь. Я смеюсь, ну, понятно, что, как бы, мы переживаем все, но я стараюсь не падать духом, ну, будем лечить, все нормально, все будет хорошо. Я всегда так говорю. И маме говорю, представляешь, значит, тебе слуховой аппарат. Хочешь хорошо слышать, я делаю слуховой аппарат. Не хочешь никого слышать, достали тебя все, сняла. Она, ну, Аня, вот, ну, как бы, это все шутки, конечно же. Но в любом случае, мы не унываем, да, мам? Да. Сейчас я вам ее покажу. Вот она у меня тут. Такая леди. Да ладно, все хорошо. Мама, все хорошо. Вылечим. И тебя вылечим, и меня вылечим. Всех вылечим. Сейчас едем в больницу с лечением к доктору Клору. Что скажет, может быть, еще какие-то капли. И так все закапано. Ничего не слышно, еще капли, да? Я как папа у меня вообще. Мне так теперь жалко мою соседку, которая не слышит. Восемьдесят есть женщина. И я теперь ее понимаю, вот, честно, от души. Когда она разговаривала со мной и не слышит. Боже, прости меня, грешно. Она, это, меня раздражала. Я говорю, она совершенно не по подшему-то отвечает. Думаю, боже. А теперь вот я понимаю. А теперь то же самое у меня. Мама, мама, что? Я что-то говорю, она мне вообще не о том говорит. Отвечает мне, думаю, ладно, окей. Ну, у меня как бы молодость, я воспринимаю это все чуть-чуть по-другому. То есть у меня нет раздражения. У меня, наоборот, больше такое, как умиление. Но я думала, что это как бы пройдет без лечения. Оказывается, нет, надо лечение. Вот что значит грипп, надо беречь и после гриппа, и не игнорировать. Осложнение, да. Если вы как бы заболели, не переносите, пожалуйста, грипп на ногах. Потому что видите, что может быть. А мама всегда переносит на ногах. Бегает, 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 бегает. Мне всегда жарко. И никогда мне не холодно. Никогда вроде бы и не было ни насморка, ничего. И вдруг бац, не слышу. Гайморит какой-то где-то. Мы не унываем. Да. Умываем. Нет. Не унываем. Да я знаю, правильно сказала сначала. Мы не унываем. Все, едем в больницу, все в порядке. Да, все хорошо. Продолжаю свой влог. Всем доброе утро. Я сейчас еду на примерку. У меня завтра съемка в рекламу сантехники. Когда реклама выйдет, я вам обязательно покажу. Вчера была на тренировке. И хочу сказать, что после полторы недели, возьмем две недели перерыва, мне было тяжело. Но помимо всего этого, я даже не целую тренировку смогла, можно сказать, посетить. Это было групповое занятие. Мне стало плохо. То есть где-то она... То есть я занималась 40 минут, и мне стало плохо. О, это те влоги смотрит мама моя. Она меня будет ругать и больше меня не пустит на тренировку. Ладно. Просто поднялось давление у меня. На мне часы, они измеряют давление. Не совсем точно, но общую картину они могут составить. А мне вчера само по себе такое самочувствие было не очень. Голова кружилась. Ну, еще вечером я поехала на тренировку. И начала когда заниматься с непривычки, я делала все так, как делали остальные. А мне не совсем можно делать так. Поэтому мне надо выбирать определенные упражнения, которые не влияют на голову. А там было два упражнения, когда надо было наклонять голову вниз. И вот, наверное, это оно дало мне. Ну, не важно. Суть в том, что я имею в виду, что на тренировку я все равно буду ходить. Хожу я на колонетику и на пилатес. Потому что, когда я ходила на йогу, именно в зале я хожу в спортленд. То мне там йога не нравится. У них в основном асаны какие-то вниз головой. Ну, а как бы для меня это не совсем оно. Мне больше нравится как бы разумное дело, но без вниз головой. А еду я в Ocean Plaza. Там будем подбирать наряды. А вечером еще примерка с режиссером. В обед я еду в другой город, недалеко от Киева, уже по своим делам. Вечером я еду, представьте, для... Вот я только съездила, сделала себе маникюр. Мне очень он нравится. Он такой, как руны. В общем, очень кайфовый, такой стильный. Но для рекламы не подходит. То есть надо, чтобы ногти были такие телесного цвета. Я думала, блин. Сегодня вечером в 8 записалась. Мне надо перекрыть, сделать их телесного цвета. Вот. Поэтому немного я походила. Всего лишь два дня с такими ногтями. Но ничего, потом еще раз сделаю как-нибудь. Что еще хотела сказать? Очень много информации, как я уже говорила, делюсь с вами в Инстаграм. Это как бы проще и легче, потому что там отдача моментальная. Ты что-то выложил, тебе сразу же ответили и начинается переписка. Скажу честно, не всем я, то есть я могу прочесть, но не всем могу ответить. Потому что бывают такие письма, ну, ты смотришь на них и думаешь, люди, вы вообще чего? На некоторые просто, ну, они не требуют ответа. То есть человек просто там что-то написал, ну, как бы без ответа, да. Вот. С некоторыми переписываются. Ну, насколько времени хватает. Например, сегодня у меня такой день, что переписываться совсем как бы нет времени. А вот если бы меня кто-то возил, тогда бы я могла тут на пассажирском сидении сидеть и переписываться. Еще хотела рассказать про предыдущий влог. Там у меня такой влог-болталка. Больше болталка, чем влог. Там я поднимаю тему развода. Но такое, как бы, можно сказать, вскользь. Ну, и не только. То есть просто еду с вами болтаю. Потому что очень многие начали писать о том, что, ай, ну, верни, пожалуйста, предыдущие вот влоги, как были раньше, с болталками. Вот сейчас я еду с вами разговариваю. Но мне было бы, наверное, легче, если бы вы помогали мне. А каким образом? Давали темы для обсуждения. Сказали, поговори о разводе. Я и поговорила чуть-чуть. Насколько, ну, смогла. Потому что все-таки для меня это еще болезненная тема. Вот. Могу поднимать вообще, в принципе, любые темы, которые там не сильно цепляют за живое. Мне кажется, что мне есть что рассказывать. Все-таки опыт жизненный такой немаленький. Хотя очень многие думают, что я там в тепличных условиях росла. Я, конечно, росла в тепличных условиях в плане меня мама укутывала просто в свою любовь вот так вот. Я иногда носик вытаскивала и хотела вдохнуть. Мама не давала такой возможности. Мамочку, я тебя тоже очень люблю. Поэтому, ну, как бы я имею в виду, что любовь любовью, но были моменты в жизни, когда было тяжело. Маме тяжело. Я как дочка это видела. И ей помогало. Ну, то есть, я имею в виду, а это все-таки, ну, у мамы сам по себе жизненный опыт такой очень-очень большой. Трудный даже, я могу сказать. Потому что посмотреть на мамину жизнь, и я понимаю, что можно книги писать. Кстати, по поводу книг. Я уже думала, думала. Я, конечно, себя писателем называть не могу и не смею. По крайней мере, пока. Но мне очень хочется. И благодаря вам, потому что вы начали мне говорить о том, что, Аня, напиши, напиши, напиши. И я подумала о том, что, может быть, начать писать какие-нибудь такие рассказы. Может быть, из жизни. Ну, понятно, что не полностью. Там где-то что-то приукрасить, где-то что-то недорассказать, а где-то наоборот придумать. Ну, как бы, это же не на реальных событиях, да? Это фантазия, полет фантазии. Поэтому хотелось бы, наверное, попробовать. Но я никак не могу, потому что бытовые вопросы. Это маму в больницу отвезти, там, Демка заболел, то еще что-то. То там надо съездить по документам, там надо съездить там еще по чему-то. И оно как-то не пускает, не дает. А когда есть, например, возможность, то какие-то домашние дела. То убрать надо, то еще что-то. Там магазин съездил. И оно как бы время просто, ну, вот так вот, ам, и все. И я вот думаю, как, вот мне надо просто хотя бы пару часов в день для того, чтобы спокойно присесть, чтобы никто не мешал. А у меня дома такой возможности нету. Вот, и спокойно в тишине собирать мысли свои. Обычно я это делаю ночью, но вот сегодня я легла в 2 ночи с копейками. Встала уже в 7 с копейками. Ну, то есть я имею в виду, что я считаю, что это недостаточно. Хотя бы надо 6-7 часов для сна. Вот, 6 это мало, лучше 7-8 на самом деле. Вот, а мне не всегда получается. Но вот по коже, да, я сейчас уже обратила внимание, девочки, что сон это здоровье. Ну, конечно же, уход, питание. Сейчас я активно начала ухаживать за собой, за своим телом, за своей кожей и за своим, как бы, внутренним состоянием. Мне очень важно, чтобы внутри у меня не было раздражения, не было, там, например, какой-то злости, недовольства. То есть мне хочется, чтобы внутри была такая гармония. Я вот ее создаю. Ну, и, соответственно, мы то, что мы едим, правильно? Начала думать о питании гораздо осознаннее, чем раньше. Поэтому подхожу теперь к выбору продуктов очень трепетно. Ну, может быть, еще повлияло то, что Димит на диете, и, соответственно, вся семья теперь, как бы, образно говоря, на диете. Понятно, что-то мы себе позволяем чему, что ему нельзя, что-то заговариваясь, не выспалась. Я бы сейчас цикория выпила. Я же отказалась, я вам уже говорила, да, я отказалась от алкоголя, от кофе вообще. Навсегда. Ну, по крайней мере, мне так очень хочется. И вот у меня нет даже позыва. То есть мне нет позыва выпить кофе, хотя раньше оно, как бы, было всегда. Про алкоголь я вообще молчу. Ну, то есть дома стоит шампанское еще. Ну, как бы, покупали, вот оно, как бы, стоит там. Я сейчас его раздаю врачам, ну, то есть, знаете, как на подарки. Даже не хочу, чтобы дома было. Ну, вот вообще. И, а к чему я? Вот по поводу питания, по поводу кожи. Я заметила, что кожа стала гораздо лучше. Хотя, по сути, ну, сколько? Ну, прошло две недели после того, как я перестала пить кофе. Вот. Я еще начала использовать один продукт для кожи. Это тоник. Вот. Он корейской марки. Я внизу оставлю ссылочку, если вам интересно. Официально он теперь представлен у нас в Украине. Его завозят официально. Привозят. И теперь есть магазин в Lavinomall. Вот. Я оставлю тогда ссылочку на сам сайт и на Инстаграм. Потому что я подписана на Инстаграм, но и свяжу за новиночками. Я начала пользоваться этим тоником. Он такой, как бустер. Такой густой. И, вы знаете, для меня большой показатель... Ну, понятно, что состав, да. Кстати, состав там шикарный. Для меня показатель, если, например, не копаться в составе, если тоник печет глаза, все, тоник не подходит для кожи вообще. Ну, это как бы... Я вот буквально недавно это узнала. И все свои тоники перебрала. Вот. Вот. А этот тоник вообще... Хоть заливай, хоть капай в глаза. Вообще никакой реакции. Зато кожа сразу моментально становится сияющей. Вот. Поэтому... Тем более корейские девушки, они же как... Это мы там на солнышко выставляем лицо, ну и так далее. Я уже, конечно, этого не делаю, но раньше я этим, ой, как зло потребляла. Вообще никаких защитных средств я не использовала. Это очень, как бы, плохо. Очень. Вот. Сейчас, конечно же, солнцезащитные средства, и я пытаюсь, чтобы вообще на солнце не попадать. И вот они. Они специально отбеливают. Они очень-очень трепетно относятся к уходу. Они все такие, прям, как фарфоровые куклы. Ты на них смотришь и думаешь, хм... Причем у них вся косметика своя. То есть у них полностью такие всякие разработки. В общем, я поверхностно почитала о корейской косметике. Причем она есть разная. Вы же не путайте. Есть, например, корейская косметика, как и Китай, да? Китайские вещи дешевые, средние и дорогие. Так и в корейской косметике. Есть что-то такое вообще ни о чем. Средний сегмент и вот такой вот дорогой. Ну, то есть эта марка не дешевая, но позволить ее себе, в принципе, может каждый на самом деле. Потому что, девочки, лишний раз лучше не купить себе какую-то шмотку, но уход за лицом, он обязателен. Я об этом говорила, говорю и буду говорить. И еще что хочу сказать, что я с 20 лет ухаживаю за кожей лица. Для меня это очень важно. Да, у меня, как говорится, да, то есть я не выгляжу на свой возраст. Еще потому, что у меня как-то, типа, baby face. Ну, то есть лицо такое омоложавое в плане внешности. Но вы не забывайте о том, что даже baby face стареет. Я имею в виду, что появляются морщины, ну и так далее. Помимо морщин есть еще вот носогубные складки. Вот видите, у меня они тоже есть, но они маленькие. Вот видите, вот так если поднять, оп, она исчезла. Я имею в виду, что просто уход за лицом очень важен. И к нему надо относиться очень дотошно, для того, чтобы подтянуть время уколов. Я благодарна вообще, что я живу в это время, когда можно там сделать все, что угодно. Со всем, что угодно. Но давайте будем благоразумными и все-таки оттягивать возможности уколоть себя на поток. Я считаю, что себя уколоть надо уже, ну не знаю, в 40, 40 плюс, 50. До 40 я не вижу смысла. Я вижу смысл в уходе. Анти-эйдж, ну то есть хороший уход. И, кстати, я в пятницу еду в новый салон, ну для меня новый, к косметологу, которая делает сама косметик. Я уже стараюсь делать уход на косметике анти-эйдж, ну то есть против старения. Поэтому я, наверное, тоже буду снимать влог и вам покажу, расскажу. Это именно для тех, кто, ну как и я, слегка, вот даже не слегка, а интересуется уходом. Я тоже интересуюсь всякими новинками и тому подобное. Скажу еще такую вещь, что когда стала блогером и на себя начала мазать все, что присылают, кожа, конечно, начала страдать, потому что она не может адаптироваться. Она только привыкла к одному крему. Ее-то на тебе другой. Вот. И это неправильно. И я жертвую, можно сказать, своим внешним видом для того, чтобы вам рассказывать и показывать, как же оно, как этот новый крем или там какое-то, ну какое-то новое средство. То есть это неважно, это может быть и тональный крем. Вот. В общем, вот так вот. Это опять для тех, кто любит болтологии. Я тут наболтала опять на 17 минут. Конечно же, я что-то вырежу, потому что болтать столько. Я не привыкла, но я буду привыкать обратно и возвращать те влоги, которые вы просите. Такие болтологические. Может быть, даже снимать полностью такой влог-болтологию. Но влог как? Просто болталку в автомобиле. Для тех, например, кто не любит влоги такие, они будут просто их не смотреть. В общем, не знаю как. В любом случае, оставайтесь со мной. Дальше будет. Примерка и, может быть, даже съемка. Не знаю, насколько этот влог будет длинный. Может быть, я съемку перенесу на другой влог. Оставайтесь со мной. Я уже иду с Ocean Plaza. Выбрали несколько вариантов. Теперь надо, чтобы утвердил режиссер. Сейчас я еду по делам в другой город, как я уже говорила. И после вечера опять на примерку. Уже, чтобы визуально видели. И завтра 8 съемка. У меня там роль, то есть главная героиня, там унитаз. Хотела сказать, кнопка, но по сути унитаз. На самом деле кнопка. Потом девочка. Эта девочка я, маленькая на горшке. Потом она растет, растет, растет. И потом я вырастаю, а унитаз остается тот же. Ну, это говорит о качестве. Но так как мне нужна будет сантехника, я присмотрюсь к этому бренду. Ну, интересно, любопытно. И завтра будет съемка. Это самое интересное. Если у меня получится, если, может быть, кого-то попрошу, чтобы чуть-чуть поснимали. Если будет такая возможность, то, конечно же, поснимаю. Я заехала на новую почту и забрала две посылки. В одной я не знаю, что, а во второй знала, что. И хочу вам показать. По сути, я не особо люблю такие вещи. Но я не знаю, почему мне так захотелось. Может быть, весна так подействовала. Я заказала себе через Инстаграм чехол. Не знаю, видно вам, не видно, если вдруг будете спрашивать. Сейчас, секунду. Вот, видно, да? Ставьте на паузу и записывайте там Инстаграм, Фейсбук, если надо. Вот. Я заказала чехол с блесткой. Только на самом деле я его забрала, но чуть-чуть разочарована. Я думала, что это будут просто блестки и все. А тут еще и цветы. И вот тут вода, и блестки переливаются. Только было бы красивее. У меня белый телефон. Я сейчас на него снимаю. Я бы вам показала. Дома покажу. Может быть, если не забуду, вылетает все из головы. Я думала, знаете, как белый чехол будет, и черные блестки будут красиво переливаться. Я вот думаю, есть вот тут возможность снять эти розочки или нет. Потому что розочки как-то мне совсем не камильфо. Но тут розочки, они наклеены. Поэтому я бы такая, что я бы сняла. Мне захотелось побыть девочкой. У меня чехол, он как оригинальный, то есть он белого цвета, под телефон. Но с ним телефон смотрится, конечно, потолще. Но зато я знаю, что если он упадет, ничего не будет. И вторая посылка, если честно, я не помню от кого. Сейчас я открою, посмотрю и вам покажу. А, все, я вспомнила. Это я Демке купила штаны. Опять же, там же, если вы смотрите, вы знаете, я у них заказываю время времени. Штаны обошлись в 125 гривен. Мне нравится у них качество, потому что оно натуральное. И я заказала чуть побольше, 116 размер. Вот. У него сейчас штаны есть, это я больше к осени. Не знаю. Я просто поняла, что штаны за 125 гривен я не куплю потом. А если и куплю, то, может быть, не такого все-таки качества. Мне нравится у них качество. Обычные штаники мотаться. Он любит такие. В них очень удобно. Они как домашние могут использоваться, так и просто куда-то там в торговый центр выйти и попрыгать там на батутах, например, в игровой комнате. То есть очень удобно. Движения не сковывают. И при этом они дышащие. Это наш производитель Украина. Все. Теперь я еду на вторую примерку. Потом я еду переделывать свои ногти. И уже будет поздно. И завтра уже съемка. Поэтому, если будет что-то интересное, я включусь. Но если нет, то тогда уже до завтра я постараюсь что-то поснимать вам в любом случае. Мне кажется, это очень интересно. Это ретро-история. Там 90-е годы и вы в ванной. Это дочка, это только уже... Да, да. А потом она такая вырастает в ту же маму. Вот. Находит себе папу. Вот. И у нее даже появляется дочка. Это типа я маленькая. Привет. Ванной. У нас примерка. Поколение. Лечерное. Это второе жительство. Это второе жительство. Да. Меня привели в гримюрку. Вот. Пока еще никого нету. Я первая. То, что я вчера крутилась из-за погоды, вот видите, вообще ни о чем. Но сейчас приедет стилист и парикмахер и что-то сделает на голове мне. Вот. Я пока жду. Тут очень даже уютненько. Хорошая гримюрочка. Потому что есть, когда снимают в павильонах, и гримюрки как таковой нету. Я, кстати, кольцо надела, потому что сказали, что надо обручальное. Я говорю, ну, у меня есть где-то. Я его вчера искала и нашла. Вот. Правда, иногда в желтом золоте, а у меня в белом. Но они сказали, что все равно надо взять. Я надела его сейчас на левую руку. Я на правую чуть-чуть ничего не хочу надевать. Как-то не хочется. Вот. Ну, по крайней мере, пока. Ну, на время съемок я, конечно же, надену. Это теперь мой муж на сегодня. И скоро приедет наша дочь. Сколько ей? Три года, да? Нет, ей больше. Ей уже пять лет. Не гри ей. Три года по сюжету. Ты не знаешь, сколько ей лет. Боже, мать. Горе-мать. Ей пять лет и два дня. У нее было недавно по рождению. Да? Да, я уже все узнал. Все узнал? Супер. А по сюжету ей три. Представь себе. Здравствуйте, меня зовут Артем. Артем, чем вы занимаетесь? Я актер, модель, путешествую и что-то делаю еще. То есть ты живешь на эти деньги? Абсолютно на эти деньги. Их мало, но как-то выживаю. Так ты выживаешь или живешь? Нет, выживаю. Выживаешь. А что надо изменить, чтобы ты жил? Что-то надо изменить. Надо изменить гонорары. Прежде всего. А может быть, работу добавить? Нет, работы мне не надо. Мне нужны гонорары. Смотрите, какие мужчины пошли. Ребята, стримим? Ага. Мне работы не надо, только гонорары. Гонорары. Чем больше, тем лучше. Не, на самом деле, я только за. Вот, как бы, я же тоже получаю гонорары. Ну, небольшие. Небольшие. Как ты выживаешь? Нет, подожди, я говорю сейчас про съемку, но у меня же есть работа, а у тебя ее нет, понимаешь? То есть, получается... Это не работа? Нет, это хобби. Для меня лично хобби. А для меня работа. Как тяжело мужчинам сейчас живется. Вы понимаете, женщины, для них это хобби, а для мужчин это работа. С кем ты был? Бухгалтер. Бухгалтер? Бухгалтер? Бухгалтер, милый мой, бухгалтер. Не знаю, интересно. Не, ну те, кто вот как раз... Кому-то, да? Кому-то, сразу оп-оп-оп. Это Ася. Видела? Второй режиссер. Где, где девочка? Где моя девочка? Да, нам-то девочки еще. Если набираем еще. А посадят в кадр, скажут, ой, вы знаете, что-то... Не отвлекайся, у нас полчаса, и за полчаса хочется сделать максимум, где-то на красивом посмотреть в кадре. И как замоториться, и как полетим... И как полетим, и как полетим. Я отобливаю с чаем, потому что это хорошо. Спасибо. Например, репетиция. Здравствуйте, это репетиция. Сегодня мы ведем прямой репортаж из... Ну, как это прямой? Это не прямой репортаж. Нет, это прямой репортаж, да. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Добрый день. И сегодня самое прекрасное время, чтобы снять этот эфир. Вот эфир у нас. Теперь уже полноценный эфир, да. Вот. Что мы можем вам рассказать? Сегодня с вами в прямом эфире будут находиться Артем. И еще раз Артем. И еще раз Артем. Потому что этот эфир будет о том, как снимают рекламу. Вот. Поэтому сегодня, только сегодня на экранах... Это Сталин, тебя Фокс представляет. Всего лишь через 5 лет мы с вами встретимся еще раз. Спасибо.